Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Италию называют колыбелью европейской цивилизации. Италия оказала огромное влияние на европейскую культуру, в целом искусство, менталитет общества является связующим мостом между наследием античности и современной культурой. Вот проект «Итальянские вечера», курс лекций по истории культуры Италии, а также возможность познакомиться с итальянским языком, и проходит он в библиотеке номер 5. Все мероприятия проекта бесплатны, конечно же, для всех желающих. Вот об этом необычном и очень интересном проекте я говорю сегодня с Оксаной Владимировной Носыч, главным библиотекарем филиала библиотека номер 5 Самарской муниципальной информационной библиотечной системы. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами поговорим на заявленную тему. Скажите, пожалуйста, а вот вообще почему была взята именно итальянская тематика для этого проекта? Ну вот, как вы сейчас совершенно справедливо заметили, Италия является колыбелью европейской цивилизации. Многие воспринимают Италию как страну солнечную, как страну, излюбленную туристами. Все прекрасно помнят замечательную итальянскую эстраду 80-х годов. И почему-то они всегда вспоминают, что Италия – это родина искусства. И даже родина капитализма существует среди историков. И такие споры, например, Северная Европа или, например, Италия является родиной капитализма. Потому что даже само слово «банкрот» – это, собственно, итальянское. Это означает «сломанная лавка» или «прилавок». То есть Италия – это очень интересный регион, который, несмотря на свою специфику, такой раздробленность, она никогда не была единым государством до XIX века. Это была система таких разрозненных государств. И среди них особенно выделяется Флоренция, безусловно, замечательный город искусства. И Италия, несмотря на свою политическую раздробленность, она сформировала уникальное, совершенно уникальное историко-культурное направление в Европе, которое потом влияло в последующем на другие страны. Вот это очень важно. И в том числе на нашу страну она тоже оказала большое влияние. Хорошо. Ну а вот в чем уникальность проекта «Итальянские вечера»? Ну и, конечно, о результатах, наверное, поговорим все-таки позже. Но вот почему вы, библиотека номер пять, обратились именно к Италии? Дело в том, что когда я только пришла на работу библиотекарем, мне очень нравится моя работа, я устроилась замечательную нашу библиотеку номер пять Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Я сама историк по образованию, историк-зарубежник. И для меня, конечно же, было очень интересно поделиться теми знаниями, которые у меня были на тот момент. И в том числе итальянским языком. И когда мы общались с читателями нашей библиотеки, с посетителями, то выяснилось, что действительно тема Италии очень привлекает наших посетителей. И изучить итальянский язык, например, было очень любопытно. И когда мы уже стали работать в этом направлении и давали уже объявления на нашей странице ВКонтакте, также было объявление о наборе группы, мы были поражены, какое большое количество людей захотело действительно выучить итальянский язык. И кроме того, чтобы выучить язык, также приобщиться к культуре. Это тоже очень важно, потому что люди не только посещали занятия итальянским языком у нас в библиотеке, но также и лекции. Людей было очень много, и действительно, лекции у нас проходили регулярно и с большой посещаемостью. А, к сожалению, в этом году в силу, так скажем, объективных обстоятельств уже, как говорится, мы вынуждены были адаптироваться к новой форме, уже к онлайн-форме. Но на тот момент, конечно же, это было очень интересным таким явлением. Было очень интересно общаться с посетителями, слушать их вопросы, отвечать на них. И у нас было такое живое, очень теплое общение. То есть, я так понимаю, что лекции проходили о итальянской культуре, о традициях, но и вы давали возможность изучить итальянский язык. Ну, простите, пожалуйста, как это вообще могло произойти? Ведь все-таки преподавание итальянского, вообще любого иностранного языка, это, ну, должен быть человек, как минимум, с педагогической специальностью. Безусловно, как раз есть, собственно, да, у меня педагогическая специальность. Я преподаватель, преподавала я и в старших классах, и я писала диссертацию в свое время по истории. И здесь, в данном случае, пересеклись навыки библиотекаря, которые казались очень полезными. Поэтому я говорю, что профессия библиотекаря сейчас просто уникальна. Универсальная, я могу сказать, да? Просто универсальная, уникальная. Она позволяет людям, да, применить свои какие-то навыки. Сдавала я также экзамены, имею сертификат ПЛИДА. То есть, в общем-то, у меня база подготовка, безусловно, есть на эту тему. Какие кадры работают в нашей библиотеке? Очень приятно слышать. Расскажите, как проходили. Это было как в форме уроков, либо лекций. И как люди сами откликались вот на такие предложения вас, библиотекарей, и поучаствовали в таких проектах. Это очень интересно. У нас проходили сами мероприятия проекта, как бы в два этапа. Сначала это была лекция по какому-то интересному вопросу, по вопросу истории и культуры Италии. Это узловые такие, имеющие отношение к европейской истории как таковой. Также мы, так сказать, погружались в историю литературы итальянской. Было очень интересно узнать, что наши читатели, в целом жители нашей страны, кроме Джани Радари, например, и Данте, с трудом могут назвать какого-то еще итальянского писателя. А между тем, у нас в библиотеке замечательный фонд зарубежной литературы, в частности, итальянской литературы, современной литературы XX века и XIX века. И, конечно же, среди них есть выдающиеся писатели, как, например, тот же Луиджи Пиранделло, с президентом которого мало кто знаком, Морота и многие другие. И в то же время, когда вы называете их фамилии, не все могут даже понять, кто это за писатель. Хотя по их произведениям ставятся спектакли, снимаются фильмы, они вообще признаны. Знаменитый фильм, например, вы знаете, наверняка слышали «Леопард», тоже снят по произведению итальянского писателя. Хорошо. А вот все-таки люди какого возраста посещали занятия итальянским языком, и что им вообще это давало? Ну, на будущее ведь наверняка были какие-то отзывы, были отклики. Ну и, конечно, я просто в этом уверена. Оксана Владимировна, слава благодарности. Безусловно. Мы очень рады всем нашим посетителям, посетителям разного возраста. Действительно, здесь к нам приходили люди, которым за 80 лет, и которым 50 лет, и 30 лет, и 16 лет. То есть у нас все занимались, у нас разная возрастная группа, которая занималась вместе. И это давало очень хорошую возможность адаптации, социальной адаптации людей. Люди пожилого возраста чувствовали себя молодыми. Молодые люди зачастую подтягивались, потому что усидчивость людей старшего поколения всем известна. Поэтому было очень интересно общаться друг с другом в пространстве библиотеки. В этом была наша функция, не создать некие такие курсы, где вы приходите, вам дают сертификат, вы должны сдать какие-то экзамены, и в конце концов какое-то получить материальное подтверждение. А именно создать атмосферу, создать информационное пространство, для того, чтобы людям было хорошо, интересно общаться. И, соответственно, они изучали язык уже не как такой самоцель, а как средство для своего культурного развития, для отдыха, для хобби. И сейчас у нас продолжается работа. В этом году у нас клуб «Манзуни» функционирует в нашей библиотеке номер 5, на аэродромной 9. И совсем скоро, наверное, у нас будет возможность принять новых слушателей в новую группу. Поэтому имейте это в виду. Я сейчас сразу же анонсирую. Пронансируйте, пожалуйста. Сразу следите за нашими новостями в нашей библиотеке номер 5 ВКонтакте. У нас есть своя страничка ВКонтакте, поэтому подписывайтесь, смотрите наши, не пропустите наши объявления. И вот группа, которая у нас сейчас функционирует, она осталась из прошлого года. Люди не бросают. Несмотря на то, что прошел год, уже два года прошло, люди продолжают ходить. Они уже стали практически одной такой семьей. Среди них есть люди, которые изучают итальянский не только для того, чтобы поехать в Италию или, например, разговаривать с итальянцами, но даже лучше понять русский язык. У нас были такие отзывы, когда был юбилей библиотеки. Как раз мы отмечали в декабре юбилей библиотеки. Нам ведь 90 лет. Наша библиотека одна из старейших в городе библиотек. И как раз у нас были слова благодарности, от чего меня спрашивали, от наших читателей. И в частности, вот по занятиям итальянским языком. Говорили, что помогает понять русский язык. Здорово. А вы знаете, я сейчас хочу прерывать недодолго наш разговор. И, собственно, послушать и посмотреть обычных слушателей библиотеки. Вот как они принимали участие в этом проекте. Собственно, чему они научились. Давайте вместе посмотрим. Субтитры делал DimaTorz Субтитры делал DimaTorz Бабушка, легенда на Натали русском. Субтитры делал DimaTorz Субтитры делал DimaTorz Субтитры делал DimaTorz Ильи Дисси Джезус Санто Бабу и Мамма Бенедичи Фай, Ки Сэн Прэссен Феличи Оксана Владимировна, вот еще есть проект «Страны мира сквозь века». Расскажите об его особенностях и кто является его слушателями. Проект «Страны мира сквозь века» как бы расширяет ту тематику зарубежную, которая была поднята в 2019 году в рамках проекта «Итальянские вечера». Это курс лекции по истории и культуре зарубежных стран, которые проводятся на профессиональном историческом уровне, поскольку библиотекари уже универсальны, стали деятелями культуры. И в данный момент, конечно же, это и сфера моих интересов как библиотекаря и как специалиста. В рамках этого курса идет временной срез и в то же время пространственный. То есть мы каждый год, вот уже второй год реализовывается этот проект «Страны мира сквозь века». Мы рассказываем и о древности, и о средневековье, и о новом времени. И каждый раз мы отправляемся в новое путешествие, в новые страны. То есть мы таким образом охватываем и углубляем ту тематику, которую поднимаем изначально. То есть вот такая интересная здесь тенденция. Хорошо. Ну а вот все-таки как, в общем, говорить, ведь я так понимаю, что это не единственный проект, о которых вы сегодня рассказали в рамках нашей программы, есть еще и будут наверняка не менее интересны, важны и значимы. Но вот как все-таки эти проекты адаптировались к условиям 2020 года, и как это в общем повлияло на библиотечную деятельность? — Безусловно, 2020 год — это был год большого вызова для библиотек и в целом для учреждений культуры, не только библиотек, это и музеи, и многие другие учреждения, которые перевели свою деятельность в онлайн-формат. Безусловно, это вызвало большое удовольствие подписчиков и посетителей, потому что в силу объективных обстоятельств невозможно посещать лекции, мероприятия, люди могли смотреть это в онлайн. И также из страны мира, в нашей библиотеке номер 5, также у нас прямые трансляции ведутся с каждой лекцией. — То есть выходили вы также в прямой эфир и общались со своими пользователями? — И продолжаем выходить в прямой эфир, и в этом году все сохраняется в силе. — Хорошо. Ну вот если все-таки, подводя итог нашему разговору, а я проанонсирую, что мы еще продолжим говорить о другом проекте библиотеки номер 5, Оксана Владимировна, вот если бы сейчас я хочу предложить вам продолжить фразу. Библиотека номер 5 сегодня — это... — Интеллектуальное пространство для развития личности. — Вот так вот коротко. — Ну а краткость, как известная сестра таланта. Спасибо вам большое. Ну а мы сейчас продолжим через небольшую паузу. — Раритет. Раритет — это ценная редкая вещь. А в России основную часть раритетных книг составляют дореволюционные издания до 1917 года. А библиотека, как известно, хранитель культурного наследия. Библиотека номер 5 Самарского муниципально-информационно-библиотечной системы — одна из старейших библиотек города Самара, поэтому именно там сохранились редкие книги в фонде. Выставочная экспозиция — книжный раритет. Вот об этом проекте я говорю сегодня с Еленой Викторовной Горбуновой, заведующей библиотекой номер 5. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Ну что же, а почему пришла идея, во-первых, организация подобной выставки, и действительно ли в вашей библиотеке есть редкие уникальные издания? Если да, то какие? — Да, наша библиотека — одна из старейших библиотек города Самары. Она находилась ранее в историческом центре Самары, на Куйбышево, 102, и Чапаево, 74. В 1941 году наша библиотека переехала по адресу Куйбышева, 125, в здании школы номер 15. Позднее находилась на улице Фрузеной, именовалась Фрузенская районная библиотека. С 1963 года библиотека была со всем книжным фондом переведена по адресу Аэродромная 9, где находится и сегодня, по сей день. Ну и переезжала библиотека со всем своим книжным фондом. Отсюда в библиотеке и появились старинные книги. Они у нас находились в разных помещениях, и в книгохранилищах, и в кабинете заведующей. И мы очень долго думали, как нам представить ее, ведь это наше культурное наследие, созданное предыдущими поколениями. А наша задача его сохранить и передать будущему поколению. И при поддержке директора Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяны Владимировны Гаврильной в юбилейный год библиотеки 90-летия было принято решение организовать такую выставочную экспозицию «Книжный раритет». Фонд библиотеки, конечно, уникален. Там и сочинения графа Льва Николаевича Толстого. В подлиннике. В подлиннике. И сочинения, полное собрание сочинений поэта Майкова. Кроме того, очень интересно оформление нашей выставочной экспозиции. Здесь принимали участие и художник, и библиотекарь, обладающий художественным видением. Посетив нашу выставку, можно узнать, какие использовались буквы, вышедшие сейчас из русского алфавита. Это из Эло, Ядь, Ижице. Потом сопровождается выставка портретами писателей, чьи книги представлены непосредственно на выставке. И кроме этого, высказывания, высказывания известных людей. Вот, например, Иразм Роттердамский, его слова, его высказывания о книгах. «Когда были деньги, я покупал книги, а когда денег не было, одежду и пищу». Ну и также среди экземпляров редких, редкое издание Гёте, Фауст, Шекспира, Шиллера, ну и другие. А каким образом попали в библиотеку вот эти редкие книги? Ну, по библиотеке 90 лет. Мы же сейчас храним книги, допустим, 50-летней давности. То же самое, если библиотека была в 1930 году основана, то в её фонде были книги конца 19-го. Ну, может быть, наверное, кто-то ещё и дарил, да? Да, да, многие книги с эклибрисами. То есть, в каких библиотеках эти книги находились? Может быть, это когда-то кто-то экспроприировали. Я, Вы знаете, сейчас, Елена Викторовна, хотела Вас о чём спросить. Расскажите, пожалуйста, как давно Вы работаете заведующей этой библиотекой? Вообще, почему Вы пришли в эту профессию? И я знаю, что Вы поддерживаете семейные традиции. Да, я в библиотеке работаю больше 30 лет. Я пришла оттуда работать сразу после школы. Заочно научилась в институте и работала. Послужила выбором моей профессии, наверное, моя мама, которая тоже проработала в библиотеке более 50 лет. Она была заведующей, я пошла по её стопам. Было работать очень интересно, несмотря на то, что совсем подростком, молодой девчонкой я начала работать. Большая проходимость, большая посещаемость. Очень интересная литература находилась в библиотеке. Ну, наверное, это династия. Моя дочка выросла тоже в библиотеке. Возможно, что она тоже пойдёт... Выберет эту профессию, да? Да. Ну, хорошо. А если всё-таки, конечно же, это понятно, что библиотеки даже 30-20 лет недавности – это одна история. Сейчас библиотеки – это современное место пребывания, место посещения и фонд, и технологии. Но вот насколько Вы современны и отвечаете современным тенденциям нашего времени? В библиотеке сейчас очень интересно работать. Мы проводим онлайн-встречи с писателями. Сначала это начиналось даже по скайпу, потом это перешло в разряд онлайн-встреч. Доступны все абсолютно программы. Настолько интересно работать. Мы там и режиссёры, когда мы монтируем видео. Мы сценаристы пишем сценарий к мероприятиям. И ведущие очень интересные работы. И в библиотеках стало появляться много молодёжи. Да, приходят, библиотеки вышли в совершенно другое пространство. Библиотека – интеллектуальное пространство для развития личности. Это наш логотип на нашей страничке ВКонтакте. И мы стараемся придерживаться. Ну и соответствовать. Вот возвращаясь к теме раритета и к этой выставке, скажите, а вот какие книги вызывают особый интерес у читателей? Ну и, конечно, почему? Вот когда приходит читатель впервые в библиотеку, проходит на эту выставку, и вот куда стопы обращены их? Да, здесь очень важно именно руководство библиотекаря. Потому что они все понимают, что это за бесценные книги. На многих стоит надпись ценная. И люди пытаются взять их в руки и прочитать. И, конечно, здесь библиотекарь должен сопровождать и объяснять, что это за книги, почему они, откуда они здесь находятся. Вот, например, второй том Майкова, сопровождённого в «Фоксимеле». «Фоксимеле» – это графическое воспроизведение рукописного текста. Опять же, когда присутствуют дети у нас на экскурсии, и мы им даём возможность прочитать, попробовать текст, который написан в старинных книгах, у них сразу появляются затруднения, потому что они встречают незнакомые буквы. Конечно, мне кажется, взрослые-то столкнутся с этой проблемой. Вот, после 1918 года эти буквы были выведены из русского алфавита. Их можно увидеть только в старинных книгах. Потом, именно только в старинных книгах мы узнаём, какие были предметы быта в то время, какие были одежды, какие орудия труда и так далее. Они имеют ещё историческую ценность. Елена Викторовна, ну вот, знаете, у меня такой вопрос. А вот, как правило, ну, по крайней мере, так было в мою бытность, когда я училась в институте, приходили именно в библиотеку, когда ты писала научную работу, реферат какой-то, да, и ты обращаешься к первоисточникам. Так вот, если нужна для работы такая книга, редкая книга, можно ли сделать фотографии? Я так понимаю, что в руки взять нельзя, да, потому что это очень редкое издание. Но вот как работать с такими архивными книгами? Конечно, мы их стараемся беречь. И даже там освещение выставлено не очень ярко, и чтобы сохранить... И даже где-то имеет место быть, да? У нас и видеонаблюдение установлено, потому что действительно книги очень редкие. 1889-го, все книги изданы до 1917 года. Вот, как с ними можно работать? Ну, если даже рассказать историю, как раньше книги были не то, что в открытом доступе, они даже были прикованы цепями. Конечно, у нас они не прикованы, вот, но можно оцифровать. Есть, они переизданы, есть книги совершенно. Брагауза и Фрон, я знаю, энциклопедии переизданы. Есть ли какие-то в вашем фонде, ну, вот, совершенно уникальные издания, если мы сейчас имеем в том числе и раритетные книги, вот, о которых вы назвали? Есть ли такие экземпляры, которых нет нигде больше в Самаре? Да, может быть, в области или России. Ну, вот, да. Как раз произведение Гёта Фауста – это вообще вершина немецкой поэзии. Это 1898 года издание, книга. Фауст Гёта писал ее в течение 60 лет. Я вот думаю, что, наверное, нигде у нас в городе точно нет такой книги. Интересная история искусств Карла Вермана. Это директор Дрезденской библиотеки в конце 19-го, начале 20-го века. Под его изданием вот издана история искусств. То есть, тоже очень редкое издание. Интересное сочинение. Самая древняя книга у нас на выставке – это книга Константина Сергеевича Аксакова, старшего сына Сергея Тимофеевича Аксакова. А вот содержит она исторические записки, исторические исследования. Вот это, да, это 1893 года. Хорошо. А как долго продлится эта выставка? Либо она в течение года свободно, можно ее посетить? И все-таки для кого, в первую очередь, она представляет интерес? Выставка эта организована на постоянной основе. Индивидуальные экскурсии мы проводим. Проводим экскурсии по записи. На сайте Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы есть информация о проведении экскурсии, телефон, по которому можно записаться. Ну, если есть желание, мы всегда можем провести индивидуальную экскурсию. Интересна она, прежде всего, конечно, школьникам. Вопросы у них возникают разные, когда они приходят, наблюдают. И потом через все оформление выставки они узнают даже историю книги. Что такое манускрипт? Чем отличается раритетная книга от антикварной? Да, кстати, а вот чем? Что такое холиант? Ну, антикварная книга – это книга, изданная до середины XIX века. А раритетная книга – это книга, изданная с середины XIX века до 1960. Это раритетная, считается. А у нас и антикварные, и раритетные книги. Ну, а если вообще говорить о фонде библиотеки номер пять, все-таки на какого читателя вы ориентированы в первую очередь? И есть ли какие-то, ну вот действительно, раритетные книги, мы уже поняли, есть? Современные новинки? Представлены? Да. Фонд библиотеки номер пять Самарской муниципальной информационной библиотечной системы уникальный и универсальный. Книги есть на любой вкус. Есть и отраслевая литература, есть художественная литература. Студенты могут найти информацию, которой нет в открытом доступе в интернете. У нас есть электронные библиотеки. Подписка на национальную электронную президентскую библиотеку Ельцина. Это и художественная литература тоже в полной. Представлено. Ну хорошо. А как сейчас вообще живут библиотеки? Ну онлайн понятно. А все-таки каким еще современным технологиям вы отвечаете? Вот мобильный планетарий, к примеру. Да. Я слышала такая вещь. В большом филиале есть мобильный планетарий, который тоже можно пригласить. В принципе, если позволяет помещение, любая библиотека может пригласить его к себе и провести мероприятие в планетарии. У нас лекции. Очень много. Очень сейчас хороший новый проект запущен. Дмитрий Коваленин. Он тоже на базе восьмого филиала. Замечательные лекции по Японии. У нас в библиотеке лекции по Италии, по странам мира сквозь века. Каждая библиотека ищет, наверное, свою нишу, находит и пользуется популярностью. Ищет свою, да, можно так сказать, изюминку, чтобы привлечь к себе своего читателя и своего пользователя. Ну что же, спасибо вам большое. Очень интересно было с вами беседовать. Ну а в конце, по традиции, я хочу предоставить заключительное слово вам, как заведующий. Почему стоит сегодня прийти к вам в библиотеку? Ну, библиотеки сейчас вышли совершенно на другой уровень. Здесь проходит очень много мероприятий, встречи с писателем, с интересными людьми. У нас много проектов, интересные не только мероприятия, проекты, много хороших, интересных книг. Приглашаем вас всех в библиотеки Самарской муниципальной информационной библиотечной системы. Будем рады видеть вас. Спасибо вам большое. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, вы обязательно пойдете в библиотеки и воспользуетесь такими проектами, уважаемые горожане, которые готовят для вас наши самарцы. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.